Всем привет с вами Ярослав Маграмакин и сегодня я расскажу как можно изменять ваш внешний вид блога, его дизайн. Для этого вы заходите в свой блог, авторизуетесь и заходите в админку это левый верхний угол английской буквы b. Выбираете тема, делаете резервное копирование на всякий случай, чтобы вы всегда могли восстановить старую тему, если что-то там вам не понравится в новой и заходите в кнопочку настроить. Здесь вы можете полностью поменять саму тему, вот у меня сейчас такая стоит, вы можете выбрать из тех, что вам предлагают. Вот вы выбрали, например, основную тему контемпа и можете с ней поэкспериментировать. Это стандартный набор, как бы варианты те, которые уже предусмотрел сам блогер. Можете выбирать какие-то другие, да. Когда вы выберете тему, сделаете применение к блогу, просмотреть блог, если все вас устраивает, нажмете сохранить. Затем фон. Ну вот сейчас у меня такой стоит фон, да, эти розы. Можно поставить любой другой из предлагаемых. Если вам не нравится то, что вам предлагают, можете сами поменять полностью фон, выбрать его вот в этой сетке и подобрать дополнительные цвета, как здесь. А не бойтесь экспериментировать, вот можно выбрать не просто какой-то фон цвета, можно выбрать любую картинку, да. Либо загрузить свою, вот есть кнопочка загрузить изображение. Так. Ну, нужно как замастить, не разделяя мозаику, разделить по горизонтали, по вертикали. Поэкспериментируйте, посмотрите какой стиль больше подойдет вам. Регулировка ширины, я отрегулировала ширину сама, поставила вот 1040 пикселей. Весь блок и правая боковая панель 250. Мне удобнее, когда очень широкая. широкая полоса для прочтения и узенький сайтбарт, как бы, да, боковушка. Вы можете менять их здесь сами, в зависимости от того, как вам хочется. Дизайн. Дизайн, то, как отображается блок. Сейчас у меня, вот видите, он отображается так, шапочек сверху. Основная, значит, колонка, это для моих статей, боковушка. Вы можете сделать, оформить ваш блок так, как нравится именно вам. Кому-то нравится, чтобы боковушка была слева, кому-то, чтобы было с двух сторон. Можно посетить и делать рекламу, выбирая эти сами. И дизайн нижнего колонн-титула. У меня вот две таких. Колоночки снизу. Ну, там счетчики, всякая ерунда, если честно. Туда сбрасываю в подвал. Можно было даже три бездет. Дополнительно. Больше всего, наверное, то, что мне нравится, это вот дополнительно. Текст страницы выбираете какой, да. Вместо Таймс Нью Роман. 18 пикселей. И цвет текста черный. Вы можете это все поменять. Можете выбрать Ариал, если вам удобнее. Любой другой шрифт. Какой вы выберете. Их тут достаточно. Текст шрифта также можно поменять. Но я бы все-таки советовала вам придерживаться черного шрифта, как стандартного, на белом фоне. Это легче читать. Я когда только начинала вести блог, я сделала фиолетовый шрифт на светло-розовом фоне. Мне потом написали, что читать невозможно, арибит в глазах. Я действительно таким критичным взглядом посмотрела и переделала. Фон. Можно поменять фон внешний. Сейчас стоит у меня красненький. И фон нервного палантита розового. Ссылки. Тоже уделите ссылкам важное внимание. Цвет ссылки фиолетовый. Цвет посещенной ссылки красный. Видите, я ее уже нажимала, она стала красной. Вот цвет ссылки фиолетовый. Посещенная красная. И при наведении на нее мыши она становится синяя. Так, ну здесь это у нас просто просмотрено, не получится. Ну, если вы посмотрите на блог, можно увидеть это. Вот видите фиолетовые, например, ссылки. Когда я навожу на нее, она становится синяя. Если я ее прочитаю, она станет красной. Это важно, чтобы ссылки выделялись от остального текста. Если вы монетизируете блог, это также важный элемент у заказчиков. То есть ссылка не должна быть черная, при наведении черная, при посещении черная. То есть она никак не будет отличаться от остального текста и не будет понятно, что это ссылка. Название блога, как написано, можно изменить цвет. Описание блога тоже самое, цвет какой. Текст вкладок, видите, в Джорджии написано цвет текста, такой темно-бордовый. Цвет вкладки коричневый. Фон вкладок можно изменить, да. Видите, он розовый такой. Верхний колонтитул даты, вот он. Каким шрифтом вы напишете, каким цветом выделите. Как выглядит само сообщение. Нижний колонтитул. Подпись автора, верлог, цвет текста. Гаджеты. Каким цветом будут у вас прописаны дополнительный цвет для гаджетов серый. Нижний колонтитул можно посмотреть. Как выглядят ссылки в нижнем колонтитулу. Добавить CSS. Ну, вот, в принципе, это основные моменты, как вы можете полностью поменять свой блог. Когда вы что-то примените, сделаете применить, просмотреть, все понравится, сохраняете. Ну, на этом у меня сегодня все. Поменяйте ваш блог, если там что-то изменилось. Смотрите, чтобы это все было вам комфортно. Чтобы было удобно вашим читателям и вам лично. Чтобы, может быть, блог не был чересчур пестрым. Ну, используйте какую-то определенную цветовую гамму. Три-четыре основных цвета выберите, чтобы они друг с другом гармонировали. Удачного вам подтверждения. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok